Ужасная реставрация. Вот, про что мы будем сказать. На початок, до того, что такое добрая реставрация, давайте откажем на питание, что такое на углу реставрации. То есть, чем занимаются реставраторы, когда они реставруются. Ну, а кроме того, что там будовничные реставрации, то есть, любая реставрация в свою натуре строит. Что делают реставраторы? Отновляют объект, постами до разбурения. Ну, похоже, через все. Потому что часто прибудовывают. Так. Дальше. Что еще они делают? Скорее всего, они пытаются создать первоначальный вид. Наверное, с помощью использования материалов того времени все-таки желательно. Сознание планов, сверху. Ну, вот очень-очень характерный, конечно, ответ. И это такой серьезный стереотип, который... Он вредный. Он вредный. Реставраторы восстанавливают первоначальный вид. Это вредный стереотип. Избавляетесь от него. Что делают реставраторы? А вообще, что значит первоначальный вид? В общем, что это такое первоначальный вид? В общем, с этим разберемся. Вы же понимаете, что любое здание, любая архитектура — это такой живой организм. Если ему 200-300 лет, он пережил 10 ремонтов разных перестроек. И что такое первоначальный вид? Что это такое? Какая это точка? Это момент создания? Наверное, это самый актуальный, самый уникальный вид. А какой это именно? Он тоже будет историки, наверное, решать. А на основании чего? Ну, из того, что заховалось, я напомню, каких материалов больше? Ну, что простее, как не напортачить, не накосячить, то есть рабист максимально якостно? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, когда мы начинаем выяснять, а какой именно вид? И что значит напортачить? Ну, в смысле, что вот это уже напортачили, а это ещё будет и нормально. Вот здесь все конфликты заложены в реставрации. И, к сожалению, количество этих конфликтов, оно таково, что... Вот вы чувствуете, да? Как определить вот этот идеальный вид? Если, ну... И нужно вообще... А нужно ли нам этот... Нужен ли нам этот идеальный вид, рассвет здания, или вот когда вот он был только создан? Нужно ли нам к этому стремиться? Зачем вообще нам к этому стремиться? Когда мы реставрировали, зачем нам останавливать именно... Повышение интереса. Первоначально. Думаете, что это повышает интерес? Ну, почему? Если ты видишь, допустим, воины и в перспективе увидишь что-то новое, это интереснее только... Ну, с воинами, может быть, работает, а с действующими зданиями. Вот, например, это здание. Нуждается в реставрации? Ну, я видел тут несколько трещин на фасаде. Нуждается. А выяснится потом в момент исследования, что оно первоначально было не трехэтажным, а двухэтажным. Ну... И что? И что? Да, и что? Сносить третий этаж? Что бы делать первоначальный? Ну, зависит от функции его. Так вот, чем занимаются реставраторы? Давайте издалека приближаться. Приближаться к тому, чем занимаются на самом деле реставраторы. И как не заключать консерватор сразу же в конфликтную вот эту вот... Вам кажется, что это лучше так, а мне кажется, что лучше так. Давайте издалека приближаться. Во-первых, реставраторы... Ну, самое отдаленное такое, да? Реставраторы борются с хаосом. Что такое хаос, да? Вселенная, да? Все в мире стремится к какому состоянию? К хаосу. К хаосу. Если... Не упорядочивание. Если вы не поддерживаете порядок в комнате, в комнате начинается беспорядок. Если стол не протирать постоянно, да? Стол становится грязным. Причем иногда даже если вы не прикасаетесь к столу, он становится грязным. Пыль на него ложится все равно. Если... Реставраторы занимаются неблагодарной совершенно дурацкой работой с точки зрения того, что они как бы замораживают время, потому что препятствуют старению. Они препятствуют разрушению. Естественному разрушению. Ну, понятно, да? Когда там бомба попала, да? Это понятно. Когда там вандал приехал с блюдозем разрушен, это тоже понятно. Но большинство памятников, оно по естественным причинам изнашивается. По совершенно таким, ну, прозаическим, ну, просто... Ну, если дома 200 лет, ну что вы от него хотите? Ну, конечно, там что-то трескается, и теплоизоляция уже не та, и крыша проваливается, балки гниют. Ну, реставраторы стремятся этот процесс затормозить или еще лучше обратиться спять. Но... Это раз. Это первое. Второе. Чем занимаются реставраторы? Реставраторы формируют пространство. Вот любой реставрационный... любой строительный проект. Вообще, в принципе, любой строительный проект. Новая реставрация, не реставрация. Это формирование пространства. Когда вы строите дом, здание, значит, вы формуете внутреннее его пространство и внешнее его пространство. Безусловно. Вы же думаете про то, что будет рядом с домом. Рядом с домом будет детская площадка. Рядом с домом будет магазин. И строите этот свой дом близко к магазину, чтобы было недалеко ходить. Или это будет школа. Школа как должна выглядеть? Школа должна выглядеть так, чтобы дети хотели туда идти, чтобы не страшно было туда идти. Значит, рядом со школой будут какие-то веселые блумбочки. Будут какие-то... стадион рядом будет. Вот вы формируете пространство. Когда вы делаете реставрационный проект, вы точно так же формируете пространство. Например, если этот реставрационный проект реализуется в историческом центре, вы формируете пространство исторического центра. Вообще формируете сам этот исторический центр. И городское пространство, состоящее из халуб, бараков, полуразваливающихся зданий, в общем, почти трущобы, он превращается в исторический центр. И вот уже там пешеходная зона. Почему пешеходная зона? Потому что красиво отреставрированные здания, возле которых приятно гулять. И, значит, вот нужно гулять. Вот это... Но! И понятно, да, что... Любые строители, любые реставраторы, они... Боются с хаосом, да, второе формируют пространство вокруг себя. Но в чем... Вот тут, где как бы разваивают стройка, где стройка отличается от реставрации? В какой момент они разваиваются? Потому что реставраторы работают с прошлым. Со всей лицом, в принципе, прошлого работают реставраторы. Вот все ли прошлое... И как они работают? Вот есть ответ... Где маркер? Ответ есть, а маркера нет? А на столе лежат. А, точно. Мы просто весь предыдущий год на базе эгоноса делали такие реставрационные семинары, где мы пытались разобраться с сущностью... Откуда то, что я буду говорить? Откуда оно? В моей голове. Мы пытались разобраться с сущностью реставрации. Что это такое? И мы приглашали реставраторов, дизайнеров, искусствоведов, музейщиков. И там на протяжении года... Не очень часто, но раз в две недели мы собирались и это обсуждали. Там были довольно горячие споры. Я вам хочу предложить другую перспективу на то, как с прошлым работает реставратор. Реставратор это выявление наследия из достояния. Реставратор работает с объектом, с артефактом, который пришел к нам из прошлого и прошел на своем пути, большой путь. Ну как? Как это изобразить вам? Ну вот, допустим, домик. Вот он такой. Вот тут вот дверь. Какие окошки. Я так, в разрезе, извините. Ну, просто я сейчас поймете, почему. Домик в плохом состоянии. И вот стоит реставратор. Домик в плохом состоянии. Инвестор. Человек, который... Чаще всего он же и заказчик. Чаще всего он же и плательщик. Это может быть государство, это может быть частный инвестор. Это не так и принципиально. Он говорит, мне нужно, чтобы дом был отремонтирован. Чтобы и там можно было офис сделать, гостиницу, ресторан. Все что угодно. Но, поскольку это памятник, он должен быть отреставрирован. Потому что такое есть обязательство. Он подписал охранное обязательство. Государство его принуждает к этому. А может быть он и сам хочет, чтобы он был отреставрирован. Может у него душа варит за исторические ценки. Такое же тоже часто бывает. И реставратор вот смотрит на этот дом. Ну, дом и дом. Какова его задача? Его задача выявить все самое ценное, что есть. А вот в этой стене, грубо говоря, масса слоев. И история этого дома. Сейчас очень высокая степень абстракции. Сейчас абстрагируйтесь от дома. Сейчас это просто объект наследия. Он состоит из массы всего, что было на протяжении 200-летнего или 150-летнего его существования. Там было хорошее и плохое. Тут была эпидемия холеры. Тут был какой-нибудь купец такой-то, который был славен тем-то. Тут была капитальная переделка до строя до четвертого этажа. А тут был расстрел дестапа в подвалах заключенных. А вот тут было еще, скажем, кондитерская, куда ходили после войны дети замороженные. А вот тут была еще одна переделка, чтобы это было кондитерская, там пробили дополнительную дверь. А вот тут, например, обнаружились фрески. А вот еще вот тут мы помним, что этот дом построен был в период, когда не было водопровода. И, значит, была система слива воды с третьего этажа на нижний, совсем другая, не такая, как здесь. Столько прошлого, столько всего в этом доме. Ну, как с ним всем работать? Ну, как из него что-то вычленять? И реставратор, здесь сейчас реставратор, это вообще человек, который готовит реставрационный проект. И вообще, мы в итоге придем к тому, что вообще откажемся от употребления слова реставратор. Потому что это слово себя дискриминировало, дискриминировало. Реставратор из всего этого, из всего этого, из всей этой массы, да, он выбирает только позитив. Вот реально, никто не будет реставрировать камеру пыток и стакан. А может она здесь была, откуда вы знаете? Может быть, именно в этом здании, вот этом подвале. Ну, не будут, ну, не будут. Реставратор будет искать только то, что, из этого всего выбирать, только некий позитивный образ. И в процессе исследования, в процессе исследования, вот этот позитивный образ, он и вырастает. И из, сейчас очень важно, чтобы вы поняли, из развалюхи реставратор должен делать памятник архитектуре. Вот была развалюха. И в глазах массы народа это, ну, здание аварийное. По сути, это аварийное здание, если так серьезно. У него балансовая стоимость нулевая. Потому что он в высокей степени взноса. Он из него, из этого ужаса, он делает как? Проявляя позитивный, позитив. И насаждая функцию. Определяет для объекта функцию. И поэтому в реставрационном проекте, а тут не стирается, да? Ну, ладно. Ну, то есть, как бы, представьте, что исчезают все крестики от реставрированного здания, да? А остаются только нолики. То есть, только позитив. То есть, только все хорошее. Вот, например, вот, скажите, вот, допустим, реставратору достается вот это помещение. И ему собственник этого помещения говорит, отреставривайте его. Вот скажите, ну, это похоже на памятник? Если бы мы не знали, что мы находимся в особняке начала 20-го века или конца 19-го, не знаем, да? Конец 19-го. Не похоже на памятник. Это вот такое помещение в любой точегарке можно, в общем-то, найти, да? Очень похоже на гараж. Да? Реставратор исследует его. Он вы... и, значит, смотрите. Может быть, за этой дверью... Может быть, за этой дверью... Ой, раз, сори. За этой стеной... Может быть, в этом месте был проход. Вот. И здесь, если сбить штукатурку, то здесь совсем другая кладка. И здесь след двери. Знаете, такой замок типичный. Вот. Будем его восстанавливать? Ну, не дверь. Может быть, дверь здесь не нужна. Но покажем мы, что... Такой был... История вот здесь связана, что когда была дверь? Не было? Она появляется. Хотя она и есть. Она же есть там. Мы ее просто показываем. Мы ее выявляем и показываем. А вот там, например, значит... А там, ну... Камни и следы подвала XVI века. Например. Вот там, да? Тоже. Как бы и же нету, да? Ну, в смысле, они там есть, но мы их не видим. Мы их не знаем. И вот реставратор что делает? Он показывает. А еще, например, реставратор точно знает. Вот совершенно точно. Я так к вопросу о первоначальном состоянии, да? Он совершенно точно знает, что в начале XIX века здесь не было отопления. Не было титулов. Но он же не будет срезать. Вот сюда. То есть, эта отопительная система, она тоже относится к прошлому. И реставратор либо оставит ее вот в таком виде, либо вообще модернизирует. Но это же тоже часть здания. Но вот тот период, который без отопления, он не годится, да? Мы его не будем восстанавливать. Мы восстанавливаем только позитив. Вот то, что делает реставратор. Это первая. Это первая такая предустановка. Вторая установка, связанная с ценностями архитектуры. Значит, чтобы нам не мешало, пока вот так сделаем. Вот мы начинаем исследовать объект. Начинаем исследовать вот этот же самый дом. Ну, что самое ценное в архитектурном объекте? Кто скажет? Что самое-самое ценное? Что Антонас больше рассказывал? Ну, история. Конкретизируйте. Уже час побудовую листы. Не час. Конкретизируйте. Близко, тепло. Падея. Нет. Может быть какая-то уловка, кладка какая-то, особенность… Это называется аутентичность. Соправность. То есть только этот памятник – это он. Это не позднейшая копия, да? Как мы вообще… Это первоначальное состояние. Значит, все достройки, которые потом – это уже не первоначально. То есть они уже в этом смысле не воспринимаются нам как аутентичные. Да? Что-то там есть аутентичные. Вот нам необходимо определить аутентику. Вот. Аутентика. А! Аутентика. И запомните. Это самое главное. Понимаете? Вот аутентика. То есть мы определяем все ценное с точки зрения материального. Да. Вот это вот те самые. Это аутентичные стены 17-го века. А вот над ними, рядом с ними, например, аутентичные стены перестройки 19-го века. Они же тоже аутентичные. Просто они другие. Но 19-м. Тоже настоящие. И они ценны для нас. А вот это вот, скажем, пристройка 60-х годов, времен Хрущева. И она для нас не ценна. Значит, мы говорим, нет, но эта стена не аутентичная. Ну и по ней. Ну и нормально. И никто не расстроится, если ее снесут. Значит, это первое, что мы делаем. Мы анализируем. Значит, следующее, что мы делаем, это мы определяем его историческую ценность. Историческая ценность. Историческая ценность – это так называемая производная. Производная аутентики ценность. Тоже по-разному очень часто можно услышать в СМИ. Этот объект имеет историческую ценность. Что это значит вообще? Что такое историческая ценность? За этим объектом связаны некие подеи, историчные конфеты. Ну и не просто, что там некто жил, а жил, например, знаковый человек, и он там не жил, а просто зарабил что-нибудь такое. Знаете, как есть такой… У нас есть курс «Интерпретация наследия», там еще готовят экскурсоводов тоже. Ну, в смысле, там один из… Один вид активности студенческой. Есть такая шутка про историческую… Про такое понимание исторической ценности, да? Что это же вопрос тоже интерпретации. В этом доме там жил Францисус Карина. Экскурсия ведется. Следующий дом. А в этом доме бывал Францисус Карина. Дальше. А в этом доме мог бывать Францисус Карина, но оно точно неизвестно. Дальше идет. А в этом… Этот дом миновал Францисус Карина, когда шел к себе домой. И в конце, значит, стоит Макдональдс, в который Францисус Карина ходил бы обязательно, если бы он был в его время. И вот мы таким образом можем… Такую историческую ценность мы можем любому объекту придать. С помощью слов. Архивных сервий. Нечто конкретным по нему. Вот я предлагаю другой взгляд на историческую ценность. Историческая ценность – это возможность объекта быть источником при изучении истории. То есть, можем ли мы узнать что-то о прошлом, изучая вот этот объект? Сам объект. Например, изучая вот этот дом, мы можем узнать о технологиях строительства прошлого. Мы можем узнать, например, какой-то нюанс у социальной организации жителей этой улицы. То есть, если этот подвал был неотапливан, значит, он был как склад. Значит, там на чердаках тоже было что-то другое. Первый этаж жили владельцы, а следующий этаж сдавали. А если сдавали, то под что? Сколько людей жило в комнате? Ну, какие-то такие мелкие вещи, исследуя объект. В конце концов, мы можем расковырять стену, найти там клад. То, что не удалось другим. И анализируя этот клад, мы узнаем что-то о достатке, о деньгах, о том, какие деньги используются и так далее. Ну, грубо говоря. Вот это все историческая ценность. Вот в этом доме мы это, в принципе, можем все найти и сделать. Ну, реально можем. А, анализируя, изучая Успенский собор вообще? Не можем. Вот в Витебске ужасная вещь я скажу. Успенский собор не был от исторической ценности. Потому что это новый объект. Потому что, изучая его, мы можем узнать только о технологиях строительства начала 21 века. Все, больше ни о чем. Только об этом мы можем узнать. Ну, естественно. Это не значит, что вообще ничего не стоит. Он просто не обладает аутентичностью. Это не аутентичное здание. Там максимум подвал аутентичный. Я не помню насчет подвалов. Ну, может быть, есть. Он не обладает исторической ценностью. Но он обладает другого рода ценностью. Он обладает, так называемой, внешней ценностью. И здесь уже все, о чем мы говорили. То есть, да, что, да, вот там недалеко, там, всякие события были с ним связаны. Тут были какие-то люди. Ну, они следов не оставили, но были. То есть, вроде как-то дышали этим же самым воздухом. И вот это все так, ну, очень хорошо. И, наконец, символическая. Символическая и общественная ценность объекта. Следующая категория. Общественная ценность. То есть, он для нас важен, потому что это символ Витебска. Вот, например, это здание как бы, ну, нет, да. А вот доме Шагала, он гораздо более хилый, чем вот это здание, да. Ну, символическая точность, он намного ценнее, намного значимее. И когда разрушается объект, да, когда разрушается объект архитектуры, то уничтожается же аутентика. И уничтожается историческая его ценность. Потому что, ну, уже не по чем изучать. Этого уже нет, да. А вот эти две, да. Вот то, кто там ходил, дышал, какие события, да, фотографии, да, картины, гравюры и символическое, символ, оно же оставилось. Разрушенные объекты, которых нет, они все равно обладают вот этими двумя слоями ценностей. И именно поэтому они восстанавливаются. Вот эти объекты, они были установлены только потому, что они вот здесь вот их ценность располагаются, не здесь. То есть там, ну, другая мелочая. Так это все к чему? Это все к тому, что во время любой реставрации, во время любой реставрации, реставратор в момент исследования, он же как бы видит все вот это, все вот эти части. Безусловно. И в момент реставрации, когда реставратор готовит историческую справку, он там, ну, нормально как бы, ну, это такая методика. Проводит исследование, обстукивает стены, сбивает штукатурку, ищет там разные ходы, кладки, сверяет, свечает. Вот эти количество фактов добавляется, понимаете? Он посетил в архиве, он узнал, о, а тут был еще этот, и этот, и этот, а тут был еще такой-то кружок, да? И вот в этот слой добавляется фактор. Все больше, становится больше, больше, больше. Символически тоже, как бы, это здание, которое восстанавливается, и, может быть, мы даже деньги соберем на его восстановление, и всем объясним, что оно символ Витебска или другого города. Это тоже, вот эти символические, добавляете чего-то там, растет, а не значимость его растет. Новые факты по истории выявляются тоже. Вот узнали, что там, кладка, другая, ну, вот это все, начинаем узнавать. А, что происходит с аутентичностью в любой реставрации? Она, к сожалению, чаще всего страдает. И вот наполовину, не наполовину, ну, не наполовину, конечно, это плохая реставрация, наполовину, но она теряет. Потому что любая реставрация, когда мы начинаем отследить, мы за это что-то отбиваем, да, что-то разрушаем. Любая стройка, это также и разрушение, это демонтаж чего-то, ради чего-то. И вот эта батарея могла бы быть, наверное, через 150 лет уникальнейшим артефактом, достойным музификацией. Как, например, музифицируются отопительные приборы начала 20-го века, музифицируются. И это было, но мы это срежем сейчас. И вот вся вот эта аутентика, она по-разному, по самым разным причинам. Она деформируется. Это мы все подбираемся, подбираемся к сущности реставрации. Сейчас еще немножко, потерпите, сейчас будет интереснее. И откуда появляются конфликты? Откуда появляются конфликты? Когда реставратор изучает все это, вот он изучил это, изучил это, изучил это, это все раздулся. А еще СМИ начинает рассказывать про газеты, это все. И этот объект из халупы, полуразваивающейся, превращается, как я говорю, актуализируется. Он превращается в один из символов этой улицы, свидетельства борьбы, трудящихся за свои права, ну или чего-нибудь еще. А возможности инвестора, который сказал, ну ресторан здесь нужен, вообще ради чего? Ради того, чтобы здесь кафе сделать. А его возможности прежние, у него денег не прибавилось. То есть было аутентичное, но халупа, стал уникальным памятником архитектуры, а денег столько же. И получается несоразуменность. И естественно за эти деньги невозможно реализовать все идеи. Невозможно в этом музее, если мы там делаем портретную галерею знаменитых гостей, которые здесь были в этом доме, вы всех не повесите, ну там, да, места на стене не хватит. Вы все проходы дверные не восстановите. Вам нужно, там вход на кухню, а здесь обязательно вам нужно запасную эвакуацию сделать. И вам все-таки эту аутентичную кладку придется пробить. А пробивать вы будете эту кладку не в халупе, а в выдающемся памятнике архитектуры. И вот откуда все конфликты. Это конфликты между возможностями и возросшей актуализированной ценностью. И последнее. Если суммировать те процессы, которые происходят с... Последняя схема. Если суммировать те процессы, которые происходят с... То, что делает реставратор, как структурировать вот это все, да, как бы посадку новой функции, да, одновременно консервация. Значит, что делает реставратор? Реставратор, в итоге, со всей той информацией, с той массой информации, которую он раздобыл в архивах, натурное обследование, то, что ему рассказали люди, да, то, что вот здесь пытали евреев или красноармейцев. Но тоже же этот факт, где-то у него в голове сидит, тоже с ним будет. Что он делает? Реставрация... Реставрация может структуроваться на три процесса. И, в принципе, за каждый из этих процессов мог бы отвечать отдельный человек. Но, как правило, в голове у проектировщика, у генпроектировщика это все сливается. У него не раздвоение личности, а расстроение происходит. Реставратор консервирует. Что он консервирует? Аутентикум. Консервация. Он консервирует объект... То, что он нашел, он не позволяет этому разрушаться. Вроде бы понятно. Ну, если мы консервируем Новогрудский замок, мы не позволим, чтобы он разрушился. Ну... Значит, реставратор реконструирует объект. Потому что реставрация — это не просто реставрация, это всегда реставрация для чего-то. Чтобы было что-то. Значит, происходит реконструкция. Происходит реконструкция. То есть мы определяем функцию объекта и мы должны его приспособить для этой функции. Если здесь будет кафе, значит, здесь должна быть вытяжка. Два выхода. Выход на кухню. Значит, батарея должна не так быть устроена, а так и так. А вот в той комнате обязательно оборудование санузла. Обязательно. И, естественно, это уменьшает... Да, и нам нужно пробивать стены, да, нам нужно сверлить дыры. Мы, как бы, садим... Безусловно, мы привносим современность тем самым в объект. Другой вопрос, что когда грамотный консерватор, реставратор, он знает, что самое ценное, и что вот здесь точно не нужно... Вот это самый ценный кусок стены, он самый старый. Вот здесь точно не нужно второй вход делать. А вот там можно. И вот тут он как бы пытается совместить это. И третье, что делает реставратор. Реставратор занимается экспозицией. Он экспонирует. Что он экспонирует? Он экспонирует все исторические слои, все находки. Все, что он обнаружил. Экспозиция. Это очень часто напоминает музейную экспозицию. Я вам рассказывал, да. Вот там вот стена, фрагмент подвала 16 века. И он его там расчищает, да. Вот здесь он показывает, что был вход. А входа причем нет. Он показывает, что он был когда-то, да. А там, например, он прям и восстанавливает вход, который вот еще другой был. И вот вы когда приходите, и уже вот не это видите перед собой. В принципе, здесь тоже можно было бы как-то сделать, да. Ну, в принципе. С теми же самыми реконструкционными мероприятиями. А вы понимаете, что вы в памятник пришли. Вот вы прям его видите. Вы видите, как он менялся. Вы видите, что в разное время были разные события с ним связанные. Тут может быть какие-то даже и предусмотрено место для картинок, да. А это же место нужно заложить в проект, чтобы оно было, это место, да. И вот на пересечении, вот грамотная реставрация, она на пересечении этих трех. Вот тут вот она, реставрация. И, соответственно, сейчас внимание. Вот каждый реставрационный проект, любую реставрацию вы оцениваете по тому, насколько можете оценить, по тому, насколько... Это я вам линейку предлагаю для оценки. Насколько в нем реализованы все три вот эти составляющие. И можете каждый из них анализировать отдельно. Отдельно вычленять, отдельно думать, насколько это улучшило функцию, исправило, или подчеркнуло прежнюю, да. Второе, насколько... Это вот это. Второе, насколько законсервировано, насколько сохранена аутентика. И третье, насколько проявлено, насколько вы видите это здание, видите его, насколько этот маленький... Знаете, вот белорусская, типичная белорусская, как бы, реставрация, после реставратора, такое ощущение, что вот вчера создали объект, вчера был построен. А, ну, это неправильно. То есть, старое должно выглядеть старым. Это чем к вопросу моральности реставрации. То есть, если мы занимаемся старым, оно должно выглядеть старым. Оно не должно обманывать нас, что это новое. А у некоторых объектов они именно такое причинение производят. Ну, и вот смотрите, интересно, да, что если мы не консервируем, как часто бывает, реставрации, когда стены рушатся, да, и остается, как бы, строится новое здание такое же, то есть, реконструкция происходит, и оно, естественно, устроено иначе, да, и экспонируется, есть экспозиция, то эта вот копия у нас получается, вот на пересечении только этих двух. Здесь я подвязываю. Если на пересечении вот этих двух, если мы только реконструируем и консервируем, но не экспонируем, то есть, мы не показываем. Здесь, в принципе, можно любой хай-тек интерьер сделать, да, при этом все будет сохранено, аутентика будет сохранена. Интерьер хай-тек, аутентика сохраняется, функция обеспечена. Тогда это макет, это макет. Это не совсем грамотная реставрация. И, наконец, если консервация и экспозиция, но, как бы, функции не добавляет, вот этот проект, то, что произошло с Эбельтом, то это нуляж. То есть, каждый из вот этих вот трех пересечений, это не очень хорошая реставрация. Вот самая настоящая, очень хорошая реставрация, она вот на пересечении этих трех. Вот любой объект возьмите и проанализируйте с этой точки зрения. Сейчас я вам покажу, как может выглядеть, как реально в жизни проявляются вот эти три... Как вы можете видеть, идентифицировать. Начнем с... Я специально по Винусу в начале недели два дня гулял и искал вам примеры. А можно свет могу затянуть? Ну, более... Посмотрите, мы будем начинать как бы с самого простого и постепенно двигаться к более и более сложному. Консервация. Видите, вот эти вот точки. Это два торца зданий. Консервацию довольно сложно бывает уловить, потому что консервационные мероприятия, они маскируются. То есть, чаще всего они маскируются, они не видны чаще всего. Но здесь вот в данном случае, видите, не штукатуренные торцы зданий, зданий памятников начала XX века. Видите, вот эти точки, это элементы стяжек. Ну, такие, как называются, скобы, брекеты, которые загоняются в сену, чтобы произвести ее разрушение, чтобы она не трескалась, не вот это все не ехало. Они есть во многих дореволюционных зданиях, ну, после капитальных ремонтов. Вы их почти не видите нигде. Но вот тут мне удалось увидеть, вот это пример консервационных мероприятий. Это тоже консервация на самом деле. Видите, валится элемент ограды с ценной вазой, это исторический элемент. Вот здесь вот ковка, ковка начала XX века. Вот просто вставили такой штырь, вот здесь вот тоже поддержка. Это, ну, почему нет, собственно. Вот, как вы видите, с другой стороны. У меня есть диковато, но это тоже, это консервация. А, и вот, опять же, понятно, да? То есть, если сделана только консервация, только консервация в данном случае. Ни это не сделано, ни это не сделано. Ни экспозиция, ни реконструкция. Потому что это же ворота, да? Можно было бы сделать сюда нормальные ворота с электрооткрывателем. Это было бы реконструкционным мероприятием. Когда одно только, когда только одно что-то происходит, когда только консервация, этого явно недостаточно. Это не очень хороший пример. Вот пример того, как консервация происходит. И в данном случае мы здесь видим пример такой одиозной, фасадной реконструкции. Это все видно. Когда здание, видите, ничего не осталось. Здесь, может быть, не очень хорошо видно, тут на картинке лучше. Это только фасад. И чтобы он не упал в процессе, пока реставрируют, типа, здание, вот его одели в такую, как бы, каркас. Потом его, безусловно, уберут, но оно будет скреплено с той стороны, чтобы не было видно. Вот иначе так выглядит. И оно будет примерно как в это здание. Видите, здесь тоже фасад есть, а дальше уже пошло на два этажа выше. Это консервация с реконструкцией. Ведь усложнили немножко. Здесь и консервация. Тут вопрос в том, что от памятника остается только фасадная стена. И дальше о реставрации этого памятника уже не может быть речи. Может быть речь только о реставрации фасада. Поэтому очень часто у нас по документам идет реконструкция памятника с реставрацией фасада. Это значит, что кроме фасада ничего для меня останется. А вот очень похоже, помните, подпорочку, да? А это новогрудок. Точно такая же подпорка и это элемент консервации. Это препятствие для того, чтобы башня не упала туда с горы. Вот эта консервация и вот эта консервация. Это две такие, два консервативных, консервационных мероприятия. Вот так это выглядит спереди. То есть две арматурины, которые держат сзади и спереди. Они держат эту башню. Консервация. Вот я вам еще покажу маленький видеосюжет про консервацию фресок в Полоцком. Спасибо большое. Или вы знаете? Нет, мы не знаем. Вели ли одного, мы хотим узнать. Когда, например, реставраторы занимаются живописью, фресками, да? И у фресок этих несколько слоев. И это к вопросу возвращения первоначального состояния. Если реставрация – это первоначальное состояние, то что? Мы должны самые первые расчистить, а остальные что? Куда? В отвал? С шпателем исчистить? Они, может быть, тоже ценность какую-то представляют, да? И вот как этот вопрос решается. Поистине уникальные реставрационные работы идут сейчас в Преображенской церкви белорусского Полоцка. Мастера слой за слоем бережно снимают более поздние росписи, чтобы открыть фрески еще XII века. Вот в таком виде они поступают к новому музею. То есть это цельные композиции, которые находятся между двух слоев марли. Эти свитки в Полоцкой художественной галерее называют сокровищем. Скоро они будут перенесены на новую основу и предстанут вот в таком виде, имитируя фрагменты стен храма. У специалистов появилась уникальная возможность исследовать одни и те же сюжеты, одни и те же изображения святых, но созданные в разное время. Представлена композиция с изображением пророка Ааруна конца XIX века и начала XIX века. То есть при сравнительном анализе двух этих композиций можно говорить и о культуре времени, о каких-то определенных вкусах и в плане цвета, и изобразительном моменте, и отношении даже к религии. Благодаря уникальной российской технологии удалось не просто открыть древние фрески, но и сохранить более позднюю роспись. Суть ноу-хау вот в чем. На лицевую сторону наносят органический клей – основу. Затем размягченный специальными компрессами красочный слой отделяют от стены. На снятый фрагмент снова наносят слой клея, но уже с тыльной стороны. На финальном этапе слой органического клея удаляется теплой водой, не повреждая живопись. Работа почти ювелирная. Самый большой фрагмент, который нам удалось снять – это 7 квадратных метров. Вот единовременно. Это значит, что стоят три художника-реставратора и одновременно подрезают эту живопись, расслабивают, расслабивают, двигаются, двигаются, двигаются. Видите, с фресками удалось. И мы сейчас все этапы живописи, все есть, все сохранены. Пока что не научились расслабивать архитектуру, чтобы докопаться до первоначального вида. Это невозможно пока что. Может быть в будущем когда-нибудь, но сейчас нет. Поэтому пока что, к сожалению, чтобы докопаться до первоначального вида, нужно уничтожить все более поздние наслои, которые, в свою очередь, могут быть также очень ценными. Если это наслоение 18-го века или начало 20-го. Это очень ценное. Это была консервация. Реконструкция. Примеры реконструкции. Давайте посмотрим. Ну, простые. Опять же, двигаемся от простого к более сложному. Самое простое, конечно, да, вот всякие стеклопакеты, металлопрофиль на крыше. Вроде бы, да, вроде мы к этому относимся так не очень хорошо. Но, абсолютно очевидно, что стеклопакет обеспечивает, повышает энергоэффективность здания. Особенно, если это жилое здание. Ну, что уже в 21-м веке жить с рассохшимся деревянным окном? Ну, все-таки стеклопакет. Другой вопрос уже, как он выглядит, но это отдельно. То же самое и это. Ну, раньше был шифер, да, но сейчас не черепица, но металлопрофиль. Но это тоже зато не протекает. Усложняем. Это вот не очень хороший пример, конечно, но это повсеместный. Это реконструкция. Вот я вас уверяю, что первый этаж этого здания никогда так не выглядел до того, как не пробили дырки для вот этих вот стеклянных витрин. Здесь сейчас кафе, рестораны, ой, кафе и магазины. Вот они так выглядят. Это посадка новой функции. Что здесь было раньше, скорее всего, было жилье. Сейчас вот так. Ну, можно спорить, конечно, но я вам показываю, что такое реконструкция. То же самое в этом здании, это все здание с центральных улиц. Вот они были реконструированы, причем именно первые этажи. И видите, они выглядят совсем иначе. Хотя вроде бы памятник, но это мероприятие реконструкции. И видите, реконструкция без консервации и без экспозиции вот так. Это тоже слабенько. Помните, мы сказали, что консервация без двух добавочных выглядит сомнительно. Потому что можно, в принципе, песком засыпать, это уже мы законсервируем. И рубероидом покрыть, это тоже будет уже консервация. Сомнительно. И реконструкция без консервации, без экспозиции тоже сомнительно. Потому что, когда они пробивают такие большие фрагменты, они просто уничтожают большой кусок аутатической стены. Здесь, например, они оставили, но мы же не понимаем это. Новая, старая, не проэкспонирована. И еще немножко к реконструкции. Если приглядеться, то здесь вот настраивается мансарда. Это жилой дом. Видите? Но в нем... Это экономический прессинг. То есть строить в центре нельзя, но вот находится такой выход, что, по крайней мере, можно настроить мансарду. Это дополнительно квадратные метры для офисов, для жилья, для чего угодно. Вот так обходится запрет на строительство в центре. И опять же, мы же не можем снести этот дом и построить новый, но выше. Ну вот мы достраиваем. Опять же, это, конечно, вопрос, как это выглядит. В Париже, например, все здания практически имеют мансард на этаже. У нас пока не все. Ну, это, опять же, библинский пример. Это может произойти безобразно. Довольно кондово, да? Так вот, не эстетично. Но, с другой стороны, мы видим четко, что вот это новое, а это старое. Нас не обманывают. Мы четко понимаем, что, ну да, вот такая жизнь, жизнь, она диктует нам, что нам нужно больше площади. С другой стороны, фасад, по крайней мере, сохраненный, скорее всего, что и внутренности тоже сохранены этого здания. И экспозиция, она не эстетичная, но она понятная, да? Мы четко понимаем, что есть новое, что старое. Еще больше немножко усложняем. Церковь. На самом деле, это музей, но, ну, как бы, конечно, она в бывшем костере. Редкий взгляд заметит новой функцией этого объекта. При данной функции ему, и здесь тоже, видите, не видно, да? Вроде церковь и церковь. Ну, смотрите. Вот видите вот эту маленькую палочку? Это сотовая связь, антенна сотовой связи. Устанавливается, почему? Очень удобно. Ну, на высоте. И устанавливается хороший охват. При этом можно было бы и не трогать святыню, да? Почему? Какая сотовая связь на сакральном объекте? Но тогда пришлось бы рядом ставить мачту, такую черную некрасивую. Это было бы лучше, это было бы круче. Вот новая функция добавляется этому объекту. Вот видите, здесь тоже, здесь только темненькая. И смотрите, как искусно, как хорошо сделано. Вот здесь антенна, она утопленная, и она покрашена в темный цвет. И ее она почти неразличима. А здесь она выведена наружу, и она покрашена в белый цвет. И тоже почти неразличима. В данном случае это новая функция, которая вообще не вредит объекту, но она может вредит восприятию. Но в данном случае сделан максимум, чтобы ее скрасть. Ну, скрасть. Ну, поняли. Вот так это увеличили. И тоже вот еще. Тоже вот эти вот. Это заброшенный вообще костюм. Заброшенный костюм, но все равно он используется. Функция у нее такая, как мачты. Эта башня звонится перед кафедральным костюмом в Вильнюсе. Здесь, опять же, на фотографии не очень видно, но это осветительная мачта. Здесь нет сотовой связи, но здесь прожекторы смонтированы. И благодаря этому вечером к фасаду не прикручены никакие лампы. Как часто тут бывает, они ужасно, они плохо выглядят. Но фасад очень классно освещен вечером. И при этом свет берется куда-то с небес. Они не с небеса отсюда. Дальше. Реконструкция. Вот я вам показывал, усложняю. Достроили там мансардный этаж, да? А здесь, смотрите, а здесь не достроили мансардный этаж, да? А здесь постановили фронтон. Целственно реконструировали фронтон средневекового здания, готического. Но! Но это же все-таки. Это же все-таки мансардный этаж. Видите? С неблопакетами. То есть здесь либо жилье, либо офис, либо, может быть, какая-то творческая мастерская. То есть это не просто ради восстановления старины, ради придания вида. Это абсолютно функциональная вещь. Еще усложняем. Вот есть такое. Честно говоря, я не знаю, как выглядело это изначально. Сейчас она выглядит вот так. Тоже пример посадки новой функции. Когда вот это сохранено. Вот здесь нам не пытаются нас убедить в том, что это аутентика. Это не аутентика. И это сразу видно. Это стекло. Вы посмотрите, довольно искусно, с точки зрения дизайна, сделано неплохо. Вот рядом здание высотное, офисное, относительно высотное. О, вот самый выгодный ракурс. Во-первых, по высоте они, скорее всего, у них вообще может быть даже один адрес. Потому что они как бы строят друг друга. Вот эти вот элементы, они абсолютно совпадают. Явно один проект. Один проект. Но посмотрите. Вот реконструкция. Они определили, что цены. Цены стены. Вот стены они частично сохранили. Цена форма. Ценен архитектурный облик здания. Архитектурный облик здания с окономом. Причем видите, здесь везде вот сплошное стекло. Это полностью естественный свет. И поэтому они экономят на освещении. Меньше реконструкции жгут. Очень функциональная, довольно умная реконструкция. При этом сказать, что они что-то супер ценное разрушили. Ну да, безусловно. Они тут, конечно, снесли куски стен. Но какой ценностью они обладают? Это обычная кладка начала 20 века. Но это может быть допустимая утрата. Или вот пример. Домик. Ведь вот этот маленький домик. Памятничек. Но он одновременно встроен. Вот в это. И я вам сейчас еще покажу. И вот в это. И вот он так вот обстроен. И он сохранен. Но это с художественной точки зрения. Это очень красиво. Это такая современная архитектура. И она, к сожалению, в кадр целиком не влезла. Только вот так по кусочкам. Вот тут хуже. Тут хуже. Потому что кажется, что вот эти высотки стоят за вот этими зданиями. Но на самом деле это просто фасады. Сохраненные фасады. А за ними прямо вот они. Ну, в смысле, это и есть фасад этих зданий. Это хуже, конечно. Но когда вы идете по улице, то вы вот это вообще не видите. Только нужно отойти и как бы прицелиться, чтобы это увидеть. Фактически, конечно, эти памятники уничтожены. Но фасады сохранены. И можно еще сказать, что фасады проэспонированы. Потому что на вот этой остекленной поверхности фасад очень выграшно смотрится. Но это хуже. А вот лучше. Видите, какое было здание? Вот это так. Все. Одноэтажное и с этим мизонимом. А сейчас. Вот этаж, вот этаж, вот этаж. И, конечно, да, это реконструкция. Это новая функция. Куча новых добавочных функций на это здание. Но оно абсолютно вписано. Оно осталось вписанным в общую панораму улицы. Это дизайнерское решение. Мы не путаем старое с новым. Нас никто не обманывает. Нам честно говорят, что это новое. Вот тут, опять же, скорее всего, только фасад сохранился. Но мы, на самом деле, не знаем. Может быть, там и внутри стены тоже хотя бы частично сохраненные. Вот так, ближе. В принципе, это тоже минус. Иногда функция обуславливает вообще существование объекта. То есть этот объект вообще существует в принципе, потому что у него именно четкая такая функция. Видите? Дворик. Нормальный дворик. Дворик университета. Парковочка. И какой-то обломок, не пойми чего. Казалось бы, зачем он вообще здесь нужен? Что он здесь делает? Вот он тоже такой, как кусок стены. А это, оказывается, стена какой-то бытовки хозяйственной. И какую функцию он исполняет? Он исполняет функцию стены. Ну, на самом деле, это одна из стены. И вот он сохраняется. Причем, смотрите. Функция есть. Новая, да? Ну, не новая. Может быть, кто-то забыл. Я не знаю. Функция есть у него, да? Экспонирование. Он проэкспонирован. В смысле он полностью, вы видите, что это памятник, наследие, следы времени на нем, да? Тут аккуратненько, сделан иначе. И он сохранен. Он что, сохранен? А могли бы изнести? А могли бы, например, замазать штукатулку, чтобы было аккуратнее. Тогда бы не было экспонирования такого. Вот другой. Это уже другой кусок, но он по тем же самым принципам работает. Видите, даже они не стали заморачиваться, что вот здесь вот заложено кирпичом красным. Небольшой фрагментик. Там, видимо, было окно. Даже два окна. Так. Ну, это менее интересно. Сегодня посадка десятков костёлов. Ночной утро с пробежки. Веседного завтрака. Вместо ли неоседких услугам тренажёрные залы? Часто посадка новой функции, она бывает, конечно, для общества противоречивой. Слишком, слишком такой... Я вам покажу сейчас видео голландское. Ну, вы знаете, Европа – это царство Содома. Сегодня посадители десятков голландских костёлов начнут утро с пробежки или сытного завтрака. Вместо мяса к их услугам тренажёрные залы и кафе с винным баром. Церковь находит новое применение быстропустеющим храмам и монастырям. Константин Годенцвайк свидетельствует – здоровье и хорошее настроение привлекают больше, чем спасение души. В Нидерландах накануне Рождества место встречи по традиции храм. Бывший храм и бывший алтарь. Для многих горожан это любимое кафе при магазине. Здесь давно не придерживаются поста – это лучшие сладости на всю округу. А чтобы от мирского удовольствия ничто не отвлекало, вместо старинных прессок с архангелами – современный абстракционизм. В моих произведениях тоже много духовного, космического. Раньше люди приходили к иконам, а теперь могут к этим картинам. Я надеюсь, они оценят моё творчество. Но оценить здесь скорее готовы расходы на новогодние подарки. Незарастающая дорога к кассе – верный признак коммерческого успеха. Атеисты голландцы, спасая опустевшие церкви, всё же последовали библейскому правилу. Вначале было слово. И несколько лет назад открыли в одной из бывших церквей книжный магазин. Там, где раньше хором молились, теперь вот – продукция на любой вкус. Хотите Девы Марии, хотите – голые Девы. Но даже всё это покажется мелкими шалостями в сравнении с той участью, что постигла церкви голландского Маастрихта в наши дни. Этот храм начала прошлого века назван в честь святого Губерта – покровителя охотников. Если верить христианской легенде, облачение святого спасало даже от укусов бешеных собак. Новые владельцы сети фитнес-клубов обещают спасти всех желающих от ожирения и целлюлита. В этой церкви приятная, расслабляющая атмосфера. А фитнес-клуб ведь и приходит, чтобы расслабиться, переключиться. Фитнес-церковь открылась в эмигрантском районе. Ни пастыри, ни паствы в нём давно уже нет. В пределах бывшей кирхи тренажёрный зал. Там, где раньше стояло распятие, а теперь манекен в спортивном костюме. Не пропустите скидки на аэробику. Не пропускают. Столько людей в церквях Маастрихта в новейшей истории ещё не было. И лишь кафедральный собор Богородицы даже в разгар праздничной мессы наполовину пустой. Конечно, лучше было бы, если бы церкви продолжали действовать. Но разве у нас есть выбор? Сколько храмов пребывает попросту в запустении? У них нет больше денег, ибо нет прихожан. Даже в деревнях, где люди более верующие, чем в городе. На воскресной мессе почти никого. Полсотни церквей крохотный Маастрихт получил наследство от средних веков. Как сказано в летописях, пары богатства и благочестия. Благочестия, может, и поубавилось, зато с богатством в этом отеле всё в полном порядке. Это была церковь Хрицарей Креста. Она действовала прямо на нашей обители. Там, вон сзади, где мы балкон отстроили, раньше был алтарь. Сейчас тут винный бар. А это снизу мы переставили старинную входную дверь. От бывшей паперти к центру ближе к ресепшену. Даже средний счёт на этом ресепшне 300 евро за ночь в бывшем монастыре не останавливает поток стражущих по отпуску в божественных интерьерах. Эксклюзивные номера с джакузи и баром расположены в бывших монашеских кельях. Ресторан с французской кухней в самой церкви. У нас отменный выбор и красных, и белых вин. Или вот сладкое шампанское. 220 евро за бутылку. Очень изысканный вкус. Рекомендую. За эту перестройку команда европейских архитекторов получила целый комплект престижных призов. Их особая гордость – символическое яйцо в центре храма. Пусть всяк сюда входящий сам истолкует, что оно значит. Возрождение или Перерождение. Константин Голинсвайк, Георгий Угаров, Дмитрий Погожевский. Берлинское бюро НТВ. Голландия. Самое интересное, что мы в Советском Союзе это проходили. У нас были картофелехранилища, спортзалы и все другое. Но не сейчас ни по другим соображениям. Все-таки идеологическое было соображение, а тут экономическое. И, ну, безусловно, можно спорить. Но смотрите, что бывает, когда не находят функции для объекта. Бывает вот такое. И Франция. Сердце мной ёкает, но это не готика. Это так называемая псевдо готика. Это объект конца 19-го, начало 20-го веков. То есть это как бы подделка под готику. Этому храму лет 100-150, не больше. То есть, конечно, по нашим меркам вполне себе такой памятник. По французским меркам объект второсортный с точки зрения памятника. Потому что там настоящей готики хватает. А для них это не самое ценное. Такого у них много. Почему? Потому что дорого содержать. Дорого содержать руину. И не могут найти новое применение для неё. И выгоднее эту площадку расчистить и передать инвестору. Вот так в Франции за последние 10 лет больше 15-ти костёлов разрушено. Вот так вот. То есть бульдозерное разрушение. Нет функций. Понимаете? Нет функций новой. Вы думаете, что Франция. Но я вам сегодня уже показывал. Быхов. То же самое. Когда нет функций деградации. Вот всё. Вот эта вот руина. Это не силы с того отдела. Это середина 2000-х годов. Вот это. Когда нет совсем никакой функции. Даже функции осмотра. Функции местопосещения. Вообще никому нет дела. Крыша проваливается. И объекты деградируют с какой-то невероятной, катастрофической функцией. Это третье. То есть вы видите. Чисто функция. Она сомнительна. Отсутствие функции. Безумно опасно. И все эти вещи вы видите. И, наконец, экспозиция. Экспозиция. Вот всякие, когда... Если вы вдруг бываете в Венесе или где-то в Европе. И даже, наверное... Я не видел это в питерске. Но, возможно, есть. Открывается, сбивается штукатурка. И показывается немножко кладочки. Полоску есть. Ну, полоску, да. У нас тоже есть. Да. Ну, наверное, должно быть. Это такой очень распространенный прием. И, видите, как бы... Опять же, начинаем с простого. Небольшая кладочка. Открыто фрагмент. Ну, вот мы видим, что совсем нетрадиционная кладка. Тут камни вмешанные. Ну, скучновато. Ну, как бы, да. Но скучновато. Вот уже веселее. Вот уже сложнее. Тут целый фрагмент стены открыт. И мы видим, что... Вот совсем другие окна были. Что здесь вообще три слоя. Первый слой — это совсем другие окна. Вот оно видно. Другой слой — вот эта нитка. Зачем она и почему она появилась непонятно. И вот это вот, да. И третий слой — это современное здание. Ну, тут уже как бы посложнее. Вот тут еще сложнее. Тут, как бы, слоя не видно. Но видно тоже несколько реконструкций этого здания. Что оно в разное время взяло по-разному. Вот тут мы видим, что изначально вообще здание было двухэтажным. Потом к нему пристроили в XIX веке, скорее всего, третий этаж. А оно было таким. И тут нам еще тоже показали разные типы кладок вот этого здания. То есть это еще более интересный... Это все раскрытие и экспонирование. А здесь, например, смотрите. А здесь они вообще восстановили. То есть вот этого вообще не было. Это из нового кирпича построено. Но они точно знают, что здесь вот такой портал. Может быть, это вход был. Ведь он функции фото не исполняет. Вход. Вход. Вход остался. Но они все равно добавили... Самое в этом смысле сумасшедшее – это в Варшаве королевский дворец. Кто был в Варшаве, заходили в внутренний дворик. Там тоже показано, как расчищена кладка. И там средневековые элементы архитектурные, готические. А прикол в том, что здание целиком новое. Целиком с нуля построено. И реконструировано как все. В том числе и вот это средневековое, которое как будто бы раскрыто. Это тоже абсолютно новое оно. Послевоенное уже. Кстати, один из немногих объектов, который был включен в список всемирного наследия еще до момента завершения его постройки. Достройки успели, а он уже был в историческом центре Варшавы. Юнайского плечела. Ну, тоже еще альтернативные варианты. А сейчас, смотрите, сейчас понарастающе. А вот тут уже еще интереснее. Здесь мы видим, что вообще дом был. Не просто там какая-то разная папочка. Ну, а тут прям мы видим, что другая структура улицы. Другая структура вот этой площадки. А сейчас, ну, тут немножко с другого ракурса. Это чисто экспонирование. А сейчас вот мой любимый. Во, посмотрите. То есть, фасад средневекового дома готического просто встроен в фасад более нового здания. Но которое тоже старое. И реставраторы, когда это делали, они показали нам, что вот оно было. И оно выглядело вот так. Вот такая вот у него крыша была. Вот такая все. Возвращаясь к теме... Я сразу сначала спросил, да, что такое реставрация? Восстановление первоначального облика. Кстати, когда-нибудь так выглядело? До того, как реставратор был. Никогда так не выглядело. Ну, никогда так не было. Это вот так стало выглядеть. Вот такой облик. Только в результате работы реставраторов. Значит, реставраторы не воссоздают... Ну, если бы она не воссоздавая реставрация, так вот это все надо было снести и вот этот домик сделать. Вот это первоначальный облик. А так создана другая атмосфера. Вот идешь по улице, скучные вот эти вот здания штукатурены, Другая система атмосферы. Здесь сразу хочется как бы кафе воткнуть, чтобы сесть под зонтиком, да? И видно все, информативно очень. И сразу понятно, что разные периоды истории были. Ну, вот тут вот, как бы, несколько... При этом, смотрите, белые стеклопакеты стоят, обеспечивают тепло. И это отдельная экспозиция. Это вот чисто экспозиционирование. И видите, иногда веселее, иногда скучновато. Сейчас я вам покажу, как работает сборка. Как вот эти три круга, три крыла реставрации. Как они собираются в единые, как бы, объекты. С моей точки зрения, вот, одни из, ну, очень-очень классные. Первый самый, пусть неожиданно, коллизей. Ну, это такой открыточный вид коллизея. В принципе, коллизей, как вы все представляете. Ну, и вот видите, смотрите. Вот это, вот уже пошла первая, первый элемент реставрации. Значит, вот, вот так вот видно, прям видно. Другой цвет, другая кладка. Они, что они сделали? Это, это элемент консервации. Они, построив, достроив вот эту опору, такой контрфорс, они предотвратили от разрушения вот этой аутентичной части. Это консервация, раз. И это экспозиция. То есть, мы видим, как она продолжалась. То есть, это все на основе научных изысканий. Они выяснили, что вот это повторяющийся таким делением. Вот он так выглядит. Сейчас покажу про функцию больше. Да, это все экспозиция. Видите, раскрыты все помещения. И при этом Колизей, он до XVIII века был каменоломней. То есть, оттуда добывали кирпичи. И окружающие здания построены из Колизея. Это очень роднит Колизей с Гольшанским замком. Та же самая схема. Но те в XVIII веке одумались. Но, в большинстве, немножко позже. А вот смотрите. А вот консервация, вот консервационные работы. Вот вроде бы руина. Казалось бы, ну руина просто стоит и стоит. Нет, за руиной глаз да глаз. Это стабильная, так называемая стабильная руина. Поддерживаемая руина. То есть, постоянно какие-то вот такие леса на разных участках установлены. Они вычищают мох. Там где-то птичка капнула зернышко. Начинается росток какой-то. Там рядом магистраль, рядом с Колизеем. Ну не то чтобы совсем магистраль-магистраль. Там довольно широкая дорога. То есть, там выхлопной газ. Все оседает. Все нужно чистить. И его чистят. Вот так это вот консервация. Вот это тоже консервация. Видите, укрепленные своды. То есть, они так не выглядели. Специально немножечко там мух нарос. Но это допустимо. Главное, что они не разрушаются дальше. И функция. Что такое Колизей? Руина, да? Но функция у нее есть какая-то. Это место осмотра. Достопримечательность. Колизей зачем? Колизей за тем, чтобы прийти и посмотреть на него. Вот он зачем. И там сделано все для этого. Вот оборудована входная группа. Это Колизей. Стеклопакет. Тут кассы. Тут магазин с сувенирами. Там туалет. Туалет не древнеримский. Очень даже современный нормальный человеческий туалет. Если это место осмотра, то оно должно быть естественно безопасным. Поэтому везде установлены ограждения, решеточки, всякая арматура. Опять же, если это место осмотра, то вы не должны лазить непонятно как по развалинам. А вот здесь, видите, залит пол. Стяжечка. То есть, посмотрите, сколько труда кроется в том, чтобы этот Колизей, руина, как бы свидетельство разрушения, разрушался. А он нифига, он наполовину отстроен, но так, что вы, если специально не обращаете внимание на это, то вы не имеете. Видите, ровный пол. Он специально такого цвета подобран. Он специально не зашлифованный, чтобы было ощущение, что вы идете по древнеримскому полу. Никакой он, конечно, не древнеримский. И элемент экспозиции. Вот какие-то куски античных сооружений. Вот они расставлены совсем не факт, что они именно скользили. Может они от кого-то из другого места, но они создают атмосферу. Вот вы видите, что да, а возможно, там были еще и вот такие капители на каких-то колоннах. Возможно, там какие-то написи были, вот такие. Вот здесь в процессе. То есть, это колоннезик постоянно ремонтируется. Постоянно. Любой там ремонт не прекращается. Просто потому, что, посмотрите, какая площадь. То есть, он постоянно нуждается в ремонте, там постоянно какие-то строительные работы. Вот я застал, ну это несколько лет назад было. Вот они тут водослив оборудовали, чтобы вода не накапливалась и не разрушала аутентику, а сразу же выходила вниз. Это очень важно. Это реконструкция. Вот вы видите, как стена собрана из различных элементов, кусков. Вот вы видите консерваторскую стяжку. Ну и так далее. Это вот колизей. И это руина. Вот, например, костел Бернантинца в Венисе. Уникальнейшее здание. Тоже очень кратко. Сейчас вам покажу. Вот он так выглядит. Это Вирюси. Это островок Готики. Тут рядом с ним церковь Святой Анны. Это очень красиво. Речь идет про вот этот вот костел. И это образец такой реставрационной работы. Очень-очень крутой. В советское время тоже там не было... Я не помню, что там было, но, в общем, он был забран у верующих. А сейчас возвращен. И там проведена, с моей точки зрения, гениальная реставрация. Очень качественная. Вот так выглядит фасад. И вот смотрите. Здесь показаны различные... Насколько информативно вообще. То есть мы видим, что раньше за вот этим порталом... Это один из боковых... Здесь, скорее всего, захоронение какое-то. Мы видим, что раньше там были входы. Вот они приоткрыты. Но они непорядка не до такой степи, чтобы можно было вставить. Но мы понимаем, да? Вот мы видим разные периоды живописи. Как в Полоцке. Там разные слои. Я не знаю. Здесь вот не расслаивали, но здесь они раскрыты. Разные. Причем... Вы сейчас увидите... Ну вот тоже. Вот мы видим какие-то фрагменты, которые остались. При этом... Ну вот здесь тоже. Вот есть средневековая роспись. Она реставрирована. То есть какие-то цвета усилены, фигуры дорисованы. Есть более старые. Вот кусочки. Вход. Мы видим, что он в разное время был по разному оформлен. При этом... При этом видите, что... Оно... 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 Как бы... Дизайнерская неряшливость. То есть... Человек неразобравшийся может подумать, что он заходит в такое помещение, которое... Знаешь... Вот как здесь. Ну... Тоже оно такая... Дизайнерская неряшливость. То есть... Нарочитое... Как будто бы облупленные стены. Они, на самом деле, не облупленные. Они... Там ободраны... Самый верхний слой краски. Только. И всего лишь. Объект в высочайшем порядке находится. При этом... Посмотрите. И к вопросу функций. Современные выключатели света. И сюда обмантили. То есть... Проводочка проведена. Да? И они специально еще заставлены. Так. Как бы так... В тон. Чтобы они не выделялись. Вот вы видите, колонка висит. Потому что священник сейчас... Аксенсон все-таки микрофон читает. Никак. Четыреста лет назад, да? Вот здесь вот какое-то технологическое отверстие. Ну, поскольку оно же совсем современное. Но оно такое белое. Отопления не нашел там. Там отопления вообще нет. То есть оно есть, скорее всего. Но какое-то хитрое. Может, когда теплопушка работает. Если не будете видеть, обязательно зайдите в этот объект. И посмотрите. Видите? Здесь алтарь, например, барбарочный. Он совсем из другой эпохи. Мы видим здесь вот всякие разные слои. Слои времени. Причем некоторые, в принципе, здесь вот они дорисовали. Дореставрировали. А здесь просто оставили в том виде, в котором открылась. То есть здесь и время видно, и эпоха, и одновременно функция. Все функции у объекта. И в этом контексте, в контексте разных наслоений, произведение современного искусства. Очень органично вписывается. То есть, да, вот в 16 веке было построено, потом в 18 добавили барочные алтари, да. Потом в 19 веке классистическую эту роспись, фрески вот эти темные, монохромные, да. А в 21 веке, ну вот поставили вот такую скульптуру. Совершенно органично. Или вот такую другую скульптуру. Вот маленькая, тоже современная. Знаете, все системы работают. Это вот, скорее всего, датчики слежения, всякая сигнализация. Вот метеостанция. Поддерживает полностью, то есть мониторинг климат-контроля. Видите, рядом с выключателем там света. То есть, объект дышит стариной, кажется, что он прям вот пришел к нам из того времени. Но сколько невидимый, невидимый специалист, ну, работы, ну, нужно посмотреть. И ты понимаешь, что вот то, что ты видишь, тебе кажется, что это оно так сохранилось, это оно не так сохранилось. Это сделали, чтобы оно так выглядело. И самое последнее, все, самое окошнее, это Нижний дворец. То есть, первый был руина. Второе, это объект, который сохранился, но вот он в таком вот разном виде. И третий, Нижний дворец князей Литовских. Это объект, который построен с нуля. На его месте не было ничего. И здесь тоже как бы реставраторы приложили свою руку. Ну как, вот он так выглядит. Это мечта литовцев, это, ну, это вот как Успенский собор для Витебска. Так вот он проявил идентичность. Вот идентичность Вильнюса и Литвы в целом проявила восстановление вот этого объекта. Это как в Минске-Минска-Радуче, это как в Риге дом Черноголова. Это, ну, вот такого же уровня, как бы центральная, такая символическая реставрация, как бы возвращение к национальным традициям. Вот, посмотрите, ну, это не очень интересно. И там две... Вот, вот очень интересно. Объект восстановлен на ровном месте, на пустом месте. Но, ну, как бы не совсем на пустом. В смысле от дворца ничего не сохранилось вообще-вообще. Но на этом месте стоял дом, построенный в XIX веке. И было интересно, что ради объекта XV века, давней княжеской резиденции, но новой, снести этот объект, либо не строить его, ну, а как бы в пользу вот этого... Посмотрите, его встроили. То есть объект XIX века, вот он встроенный в как бы в более позднюю, но на самом деле гораздо более раннюю, да? На самом деле это же современное нам здание. Но как бы исторически туда апеллирует, к средним векам. А это гораздо более новое, но на самом деле только оно и память тут, в данном случае. Только оно и обладает исторической ценностью. Вот эта ценностью исторической не обладает. Помните почему? Это обладает. И вот оно вот так существует. При этом показано. Видите? Вы видите? Вы можете понять. Вот он вот здесь начинается. Ну, так идет. Когда-нибудь так выглядело? Вообще никогда так не выглядело. А это плод действия реставрации. Вот это реставрация. Причем, еще там смешной момент, что в памяти виниссов, ну, тех, которые сейчас живут, ну, что они помнят? Советский Союз не помнят. В Советском Союзе в этом доме был дом пьяня. И для виниссов, вот, княжеский дворец, там, Великое князство, это, Шремонт Ваза, дом пьянер. И здесь будет, это многофункциональный комплекс, здесь зала приемов, здесь будет правительственная резиденция, вернее, резиденция президента, музей. И когда будет музей, будет круговой маршрут по экспозиции, когда вот там будут заходить эти посетители, вот в эту часть, которая XIX века, про дом пионеров, вот именно здесь, вот именно в этой части, ин-ситу, им будет рассказано про историю XX века, про дом пионеров, то есть им вот про это все вот тут вот расскажут. И обоснованно, почему тут, и почему про это, понимаете? А не только про князей. Во внутреннем же дворике мы видим это экспозиционные витрины, ничто иное. Потому что, подойдя сюда и посмотрев сквозь это стекло, вы можете увидеть руины настоящего дворца. А, ну, вот в метро, ну, на самом деле, на нулевом уровне под землей расположена входная группа, там кассы, магазинчик, гардероб, и как бы музей, он из-под земли начинается. Почему из-под земли? Потому что уровень земли повысился, и вот, на самом деле, первый этаж, он вот там вот, вот он за стеклом, вот тут лучше видно. И обратите внимание, что консервация, вот это вопрос консервации. Вот вся аутентика, которая была обнаружена, все остатки дворца, они вот именно в таком виде руина, причем они недостроены, можно было бы эту стену просто продумать, да? Ну, нет. Вот эта громадина здания, оно очень большое, на самом деле, оно висит на таких бетонных столбах. Ну, я не инженер, может, кто-то лучше термин подберет. То есть, такие подпорки бетонные, оно как бы на них. А вот над этим, оно под колпаком. Суперконсервация. То есть, ни пылинка на них фактически не упадет, внутри гуляют люди, вот прям по ним. И это самый центральный, самый главный объект экспозиции. Дворца. Продолжение следует. Продолжение следует...